Привет, мои дорогие! Тайна вашего мужчины, который скоро станет явью, который станет скоро явной для вас. Это Таро, Колесо Года. Приглашаю вас устроиться так, чтобы вам хорошо провести время, хорошо провести досуг, а также получить советы от карт касательно отношений с человеком, которого вы загадали. Его тайна, которая станет явной и очень скоро. Всё о вашем мужчине, всё то, чего вы ещё не знаете. Какая же тайна вашего мужчины станет явной? Как вы видите, здесь очень оригинальный ответ даёт Таро. Потому что у вас рыцарь Чаш и рыцарь Пентакли. У некоторых девочек, кто смотрит, есть два претендента на руку и сердце, можно сказать, да? То есть два мужчины может быть в вашей жизни или в вашем пространстве. Оба могут быть достойными партнёрами, потому что карта Солнца — это карта мужчины, его мужской сильной энергетики, яркой, светлой. Это мужчина, которому можно доверять Солнцу, потому что Солнце — это доверие, прояснение ситуации. Тайна, которая станет явной. Это, вполне возможно, мужчина один, как рыцарь Чаш, так и рыцарь Пентакли. Только мужчина в разных ипостасях, можно сказать, да? Здесь он любимый, здесь спальня, рыцарь Чаш. И рыцарь Пентакли он на работе, когда он зарабатывает, когда он для вас старается, когда он стремится к чему-то. Кстати, этот расклад подойдёт для всех, для тех, кто имеет отношение или нет, потому что что-то обязательно вы услышите, узнаете своё. Я могу сказать, что у многих проиграется как это разные грани характера одного человека, как бы его разные маски, которые он надевает. Но маски надевают все люди. Для работы там маска деловая, да? Для любви такая, наоборот, расслабленная такая. Себя-любие. У мужчины есть себя-любие в постели, но это необходимо, кстати, потому что если он себя не будет любить, у него это дело не получится. Вы знаете, о каком деле идёт речь. Очень интересный пока идёт расклад, очень интересный. Развитие отношений. Вы знаете, он вам не говорит, что для него отношения с вами – это номер один в его жизни. Тройка Чаш. Он боится вас потерять. Он хочет развития отношений. Тройка Чаш – очень хорошая карта любви. Он вам не рассказывает о том, что у него была потеря в жизни. Это его тайна, потому что он боится вашей ревности. Он боится, что вы начнёте ревновать к тому, что уже не актуально для него. И ему придётся себя объяснять, растолковывать. Он не любит это. Он не любит объяснять свои поступки. Он не любит оправдываться. Ему страшно. Ему боязно, можно сказать. Ему страшно, что ему придётся оправдываться за какие-то свои старые прегрешения. Потому что он уже больше не в тех отношениях. Да, вот видите, он похоронил их. Они у него прошли кончивости отношений какие-то. Но это остаётся в тайне, потому что с той другой женщиной у него была другая жизнь. Хорошая или плохая – не в этом суть. Именно по этому раскладу. А по этому раскладу суть в том, что у него уже с этой женщиной больше жизни нет. Там разлука получилась. Карта смерть говорит, всё осталось в прошлом. Но вот в чём дело. Когда я дополняю сюда тройку чаш, расклад немножко меняется. И по нему видно, что да, и с той женщиной у него в прошлых жизней. Может быть, он расстался с ней три года назад или десять. Неважно, сколько времени назад. Но у него с ней были свои праздники. Тройка чаш говорит, что может быть, три года, три месяца, три дня. У кого как. Что-то связано с цифрой три. Вот именно в цифре три есть эта тайна. У мужчины с этой женщиной связаны были тоже праздники. Тоже какие-то достижения, праздники, какой-то успех. И он боится, что если вы узнаете о том успехе, вы начнёте ревновать и упрекать его. Вот ему не так ревность страшна. Вот именно по этим трём картам. Как упрёк. Он очень не любит упрёков. Он не хочет, чтобы вы его упрекали, говорили ему, что может быть, ты её ещё любишь. И вообще мужчине нельзя говорить такие слова, потому что вы как бы его провоцируете на то, что он может опять подумать. А вдруг я её люблю. Знаете, мужчины такие, они простые. Они очень простые, как дети. Очень простые. Нужно всегда думать, что говоришь мужчине. Итак, какая же его тайна станет явной. Может быть, это мать его жизни, его мать, которая имеет огромную власть над ним. Огромную власть. Это королева меча. Властная, жёсткая женщина, которая как будто знает, чего хочет её сыночек. Может, ему 40, 50 лет, 35, неважно сколько. Но здесь проходит мать, которая как будто бы знает, что хочет он. И она ему даёт советы. И знаете, не только потому, что она там вас особенно не любит. Она бы любую женщину рядом с ним не любила. Потому что она думает, что он достоин там какой-то богини, которых на самом деле не существует богинь, да, в её понимании этого слова. Властная, иногда злобная, иногда за грубым, резким словом в карман не полезет. В его жизни есть такая женщина. У некоторых это будет его мать, у некоторых это будет его бывшая. У некоторых даже сестра. Или его дочь, кстати, если она взрослая. Если дочери больше, чем 16-17 лет, ну вообще-то с 12 лет человек уже взрослый, сформированный. И это даже если дочери больше, чем 12, я бы сказала. У некоторых проиграется, что бывшая, видите, шестёрка чаш, которая ещё до сих пор жалеет об этом мужчине. Это его тайна. Он не хочет, чтобы вы узнали, что его бывшая за ним жалеет. Он сам не жалеет о ней, не жалеет о том времени, которое он с ней провёл, потому что здесь карта смерть. Показывает, что он уже это оставил в прошлом. Ему эта женщина уже неинтересна. Он ушёл и ушёл. Вот видите? Он ушёл и ушёл. И ладно. Но эта женщина, она как серберна. Сербер, кто не знает, собака такая, которая стоит у врат ада. Это такая женщина, как эта собака, которая стоит у врат ада. Она не отпускает. Скажу опять. Это или бывшая, или мать, которая до сих пор его видит таким маленьким сыночком, которым нужно управлять. Не то, что можно управлять, она от чистого сердца думает, что она всё правильно делает. Какая ещё у него есть тайна? Страхи. Тройка меча, тем более здесь мудрые птицы. Вот он не вынес опыт из прошлых неудач или из каких-то прошлых, знаете, ошибок своих, что ли. Он не вынес опыт. Он до сих пор раздражён. Мужчина может быть раздражён часто, потому что он не вынес опыт. Он боится, что вы ему скажете, будете его упрекать, что ты смотри, ты не научился на своей прошлой ошибке. Может быть, вы даже так ему уже и говорили. Вот. Потому что мужчина не вынес опыт. Тройка меча говорит, что у него есть враги. У некоторых девочек даже эта карта может, к сожалению, показать, что на мужчине может быть какое-то магическое воздействие вплоть до приворота. У некоторых это проиграется. На мужчине может быть магическое воздействие. Если это так. Да, действительно. Туз меча. Тройка меча. Туз меча часто показывает магическое воздействие. К сожалению, мужчину кто-то приворожил. И это иногда делается не из большой любви, а из большой злости. Вот как здесь королева меча, говорю, бывшая или какая-то родственница злая. Это часто делается не от большой любви, а от большой ненависти и от большой злости. Потому что все знают, что приворожённые мучаются. У них меняется характер. Если у мужчины поменялся характер, он стал какой-то неадекватный в поведении, на мужчине есть магическое воздействие. Как быть с этим воздействием? Покажут вот эти две карты. Давайте их возьмём. Ну, смотрите, десятка жезлов. Ему сейчас тяжело. Он несёт на себе вот этот груз воздействия. Ему кажется, что он зарабатывает для вас. Ему кажется, что он работает над отношением. Его тайна в том, что он подозревает, кто сделал это воздействие. Он подозревает. Он вам не говорит, потому что он не хочет, чтобы с вашей стороны тоже начиналась какая-то борьба. Десятка жезлов. У некоторых мужчина просто устал. Он или много работает, или много нервничает, или у него со здоровьем не так что-то. Он не следует правильному стилю жизни. Например, он либо переедает, либо перерабатывается, либо много выпивает, много курит, много злится, потому что злость порождает больное сердце. Здесь у нас опять шестерка. Это шестерка Пентакли. У нас уже была с вами шестерка. И это была шестерка вот именно, знаете, обид. Сейчас покажу вам. Обид вот на него какой-то другой женщины из его прошлого. Это его тайна. Он знает, что на него уже кто-то обижается. Он знает, что он когда-то поступил плохо с кем-то, с какой-то женщиной. Неправильно, плохо и по наводке. По наводке его матери. Скорее всего, он поступил плохо женщиной. Там были у них отношения, хорошие или не очень. Не нам с вами, знаете, судить, потому что это все очень сложно. Это все очень глубоко. Но с его стороны карта смерть говорит о том, что он уже это все оставил позади. Он не хочет ничего там трогать больше. Но женщина еще имеет на него виды. Может быть, она сделала какой-то приворот. Но я вижу, что ему сейчас тяжело или от приворота. У некоторых проиграется, девочки мои дорогие, у некоторых из вас проиграется, что ему тяжело из-за приворота. У некоторых проиграется тяжело вот по тем причинам, которые я озвучила здесь. Две шестерки. Шестерка — хорошая карта. В принципе, как-то станет легче. Вот шестерка Пентакли как-то пройдет эта полоса и будет какое-то облегчение у мужчины. Ну, а по шестерке чаш он больше не будет бояться какие-то тайны прятать. Он боится тайну прятать. Вернее, боится, что тайну откроет. Смотрите, что было на дне колоды. Да, вот поэтому он и боится. Он боится, что вы перестанете верить в него, перестанете надеяться на то, что будет лучше. Что у вас, понимаете, будет вот его оценка, зависит от вашей оценки его. Его сама оценка может упасть, потому что у вас уже и так упала оценка его как личности. Он очень боится, что упадет еще ниже. Потому что здесь вы пара. Может быть, он планирует с вами семью, если семьи еще нет. Может быть, он планирует детей. Хочет дом или квартиру построить в ипотеку. Что-то хочет сделать. Такое. Или хочет заработать, чтобы сразу всю сумму выплатить. Все-таки десятка чаш здесь. И у нас уже даже была десятка Пентакли где-то с вами. То есть мужчина очень хочет, чтобы вы не узнали о его страхах и о его сомнениях относительно себя. И о том, что у него много уже было ошибок, которые он никак не решил. Пятерка меча. Это могут быть какие-то семейные ссоры. Он боится, что вы узнаете, что у него в его семье родителей не так все просто и шоколадно, как он вам когда-то описал. Есть или дядя, или тётя, или брат, или сестра, с которыми много лет уже никто не разговаривает. Есть какой-то конфликт скрытый, опасный конфликт. Пять. Пять человек вовлечено. Он боится, что вы перестанете уважать его родительскую семью. Ну, то есть первая семья — это он и его родители. Он боится, что... Понимаете, он чувствует, что вы уже перестали уважать его семью. И он боится, что будет ещё хуже. Может, там есть какие-то наклонности или к алкоголизму, или к игромании. Какие-то наклонности, какие-то, может быть, болезни сердечные, наследственные. Он боится, что вы узнаете это. И что вы ему это поставите в упрёк. Он это боится. Понимаете? У некоторых девочек проиграется, что мужчина скрывает своё финансовое положение. Он держится за то, что у него есть. Даже если это есть немного. Он боится, что вы узнаете, может быть, что он вложился куда-то, и вложение было ущербное, провальное, и ничего там не получилось. У некоторых девочек проиграется, что мужчина жадный, скупой, можно сказать. Даже не жадный, я бы сказала, по этой карте, а скупой. От того, что у него есть очень серьёзный страх бедности. Мужчина скупой. Он жалеет деньги. Они ему тяжело дались. Он жалеет деньги. Может быть, здесь идёт речь о наследстве, неправильно поделенном. Он считает расходы. Он боится, что не хватит денег. Вот от этого страха идёт его скупость. Он боится, не хватит. Он боится, что не хватит на жизнь. Это врождённый страх бедности, который он получил в наследство от родителей. Его родители, видимо, очень скупые, очень жадные люди. Экономили всю жизнь. Помните, как у нас на телевизор, на холодильник? Вот это его вариант родителей или дедушек и бабушек. Чего он ещё боится? Карта маг. Он боится, что вот это дело не получится. Знаете где, да? Вот здесь поднятие всего. Видите, какая роскошная карта, когда просто соответствие великолепное, когда есть взаимное доверие. Всё получается шикарно, замечательно. Он боится, что у него не выйдет. Вы знаете, о чём идёт речь. Здесь о спальне боится об этом, потому что маг — это как раз тот, по велению которого, потому что это энергия внутренняя человека. Маг — это то, по велению которого у мужчины вот получается хорошо, да? Боится, кстати, он боится. Он боится со временем, у него это всё пропадёт, эта функция, потому что он слышит, что другие мужчины говорят. Он боится, что у него это всё дело пропадёт. И что его будут обижать, унижать, оскорблять. Я смотрю только прямые в этих рамках. И здесь у нас с вами опять пентакли. Опять за деньги разговор идёт о деньгах. Мужчина скупой у многих проиграется. Вот интересно, что он в мелочах скупой, а крупные суммы может тратить бездумно. Вот здесь какая-то бездумность его такая, да, проявляется. Он боится, что вы узнаете, что он скупой. Как будто это и так не видно. А вот здесь наконец-то вышло вот то, о чём разговор был в начале расклада. Это может быть треугольник, в котором он когда-то был, или его родители, кто-то из родителей был в треугольнике. Что-то там, тайна какая-то. Может, отец имел ещё одну семью, или же имел любовницу, и скрывал это от матери очень тщательно. Всю жизнь мать никогда не знала, не догадывалась. Или у матери такая ситуация была. Но у кого-то из родственников была, и она ему передалась. Это тайна. А он, как ребёнок, как мальчик, подросток, знал об этом. Ему было очень тяжело держать эту тайну в себе. Он боится, что вы узнаете об этой тайне. И подумаете по этой схеме. Яблочко от яблони недалеко катится, да? Он боится, что вы подумаете тоже на эту тему. Вот яблоко от яблоньки. У некоторых проиграется, что он был в треугольнике сам. Он из него вышел, но эти мечи до сих пор его пугают, потому что это напряжение ему испортило даже здоровье, здесь выходит. И теперь он очень боится, что вы скажете, а, раз ты уже когда-то был в треугольнике, ты опять на это способен. Посмотрим. Если сейчас что-то касательно этого, что он скрывает. Король Жезлов. В принципе, король Жезлов – это достойный мужчина и довольно честный. Я бы сказала, или это было у его родителей касательно треугольника, или даже четырехугольника, кстати. Ну, там не было уже никаких вот таких обязалов, как говорят, да? Или же это у него такое было в прошлом. Но он вот здесь, как король Жезла, выходит очень порядочный, честный человек. Сейчас, в принципе, у многих проиграется, что он вам правду говорит, у него нет там еще соперницы или другой женщины. Но он боится, что узнаете вы, что было. Была такая ситуация. Верховная жрица. Вы здесь пар. На самом деле вы рождены были, чтобы быть вместе. И Верховная жрица вместе с картой Маг. Вы Верховная жрица, а он Маг. Это идеальный союз. Это духовный союз, такой, как Близнецовое пламя. Это сильный союз двух сильных людей. Да, он боится. Скорее всего, боится вас потерять. Скорее всего, боится показать свои слабые стороны, которые у него есть, как у каждого. и я их подробно описала, судя по тем картам, которые выходили. И здесь он четко знает. Он знает, что ваша встреча была запрограммирована во Вселенной. Вы предназначены друг для друга. И он вот по этому раскладу, он даже боится как бы дышать. Но может, он вам не говорит, вам не признается в этом. Потому что видит, что вы для него идеальный вариант, боится спугнуть свою удачу. Может быть, вы здесь или зарабатываете больше, или вы умнее, или вы вот можете всё и по дому, и заработать, и, в общем, такая, ну, настоящая госпожа. А он чувствует, что он не дотягивает. Он боится, что он не сможет вам соответствовать. А соответствовать ему вам хочется. Очень хочется. Вот по этому раскладу здесь чётко у очень многих проиграется, что мужчина может быть внешне даже наглый, даже вот какой-то скандальный. Но внутренне это всё из-за страха. Знаете, как собака, которая кусает, потому что боится. А боится он одного, что вы его увидите с недостойной стороны. Потому что он ценит ваше достоинство, даже если не говорил вам ещё об этом, но скажет. После этого расклада вот гарантию даёт расклад, что скажет. У очень многих скажет. И вы сразу поймёте. И сразу вспомните этот расклад. И сразу поймёте, что мужчина этот дорожит вами. Поэтому он как-то таинственно, иногда странно, иногда странно себя ведёт. Так что вот, мои дорогие девочки и мальчики. Кстати, мальчики тоже, смотрите, здесь можно наоборот всё сделать и посмотреть свою даму сердца, так сказать. Либо же о себе что-то узнать. Мальчики узнают о себе что-то, и это для них очень даже может помочь. Очень может помочь. Так что всем хорошо смотреть такие расклады. Ну вот, мои дорогие, мощно карты сегодня поработали. Так что вот, ко мне нужно приходить, чтобы получить такие расклады, которые просто у вас знаете, настраивают на волну размышления, открывают будущее обязательно, а также вы проведёте с огромной пользой для себя досуг. И ничего не нужно никогда платить. Я вас очень люблю, обожаю. Я знаю, что у вас будет просто всё замечательно. Планирую в будущем делать много прямых эфиров, так что подписывайтесь. это для вас выгодно и полезно. Будем видеться. Пока-пока, друзья!